МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надеюсь, что мы все его поймем. Надеюсь. Своей стороны, только могу одно еще раз подтвердить о том, что для меня поддержка театральной деятельности в Ульяновской области сродни той, чем я также ежедневно занимаюсь. Это все, что касается инвестиционной политики, связанной с формированием делового климата. В афише «Шестой по счету золотой маски в Ульяновске» представлены спектакли номинанты и лауреаты премии, а также постановки, ставшие яркими и значимыми событиями в театральной жизни большой столицы. Театр имени Владимира Маяковского представит «Изгнание. Мой друг Фредди Меркури» и постановку «Кант». Театр около дома Станиславского покажет спектакль «Магадан Кабаре», который уже полюбился многим зрителям, а театр «Мтюз» удивит пьяным амуром и вариациями тайны. В этом году будет что посмотреть и самой маленькой аудитории фестиваля «Детям». Поучительный спектакль с элементами рок-концерта Цацыки идет в школу Хабаровского театра юного зрителя понравится не только мальчишкам и девчонкам, но и их родителям. Здесь у нас уже очень много друзей. Мы знаем, что нас здесь любят, нас здесь ждут, и поэтому для нас это всегда очень ответственно. Еще я вообще в некотором волнении нахожусь, еще и потому, что мы привозим спектакль моего родного театра, театра Маяковского. Спектакли «Золотой маски» покажут и в Димитровграде. На суд зрителей будут представлены постановки «Магадан-кабаре» и «Цацыки идет в школу». Мы очень любим ездить, как сказать, с «Золотой маской» вместе. Мы много ездим и любим ездить. А любим ездить еще и почему? Потому что она везет в очень хорошие театральные города, во-первых, а во-вторых, там идеальная совершенно организация гастролей, о чем я вот с удовольствием сегодня говорю в адрес «Золотой маски». В 2019 году российской национальной театральной премии фестивалю «Золотая маска» исполняется 25 лет. С 2000-х годов в рамках гастрольной деятельности фестиваля по программе «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии» прошло более 120 проектов в 52 городах. В Ульяновске региональные проекты «Золотой маски» стартовали в 2013 году. За эти годы фестиваль стал важной частью культурной жизни областного центра. Каждый год сотни зрителей ждут показ спектаклей, входящих в лонглист премии – список самых заметных премьер-сезона по мнению экспертных советов. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ.